друзья мои дорогие всем добрый день продолжаем с вами гарем ную тему гаремы свиты нарциссов и нарциссок мы с вами уже разбирали иерархию и законы пребывания внутри гарема и почему зачем им это все нужно а сегодня в этом видео хочу с вами разобрать очень такой нужный и важный прием зная его вы в какой-то момент а сможете себя может быть остановить от каких-то необдуманных действий вы лучше поймете зачем ваш нарцисс или нарциска так себя вел и скажем так не сделаете каких-то новых шагов которые нанесут вам ущерб это прием который используют нарциссы да не только нарциссы так делают и есть люди которые там не обязательно может быть целый гарем имеют но у которых да есть какие-то фоновые истории какие-то треугольники в их жизни присутствуют и они тоже это применяют то просто уж раз мы на примере нарциссов и нарциссок с вами разбираем то как раз здесь очень много каких-то похожих историй ситуаций которые прям вот убедительно доказывают и показывают этот прием что это за прием такой легализация гарема когда нарцисс придумывает для участников своего гарема разные статусы и роли чтобы заранее оправдать вот свое пребывание там их пребывание в его жизни сюда же относятся какие такие знаете упреждающие действия когда нарцисс заранее вас аккуратненько предупреждает что если что у меня вот эти люди есть моей жизни а ну ты как бы не удивляйся это как бы нормально а она все так и должно быть вот ты особо не лезь туда но вот так и должно быть имея ввиду я заранее предупредил предупредила ну как бы да мои руки чисты есть такой прием вообще легализация бывших это когда человек заранее предупреждает да слушай меня такой бывший он такой неадекватный он может объявиться или слушай моя то бывшая то она же до сих пор мне пишет ну если что так вдруг просто вот ситуации с легализации гарема там намного больше вот этих вот вариаций то есть нарцисс фактически вас убеждает в том что присутствие этого человека в ее или его жизни она нормальная она самый раз вам нечего переживать причем обработка ведется заранее и к тому моменту когда реально у вас может быть будут уже основания подозревать ну как бы вас будет назад тянуть то что ну человек же предупредил или ну там же есть какая-то логика во всей этой ситуации зачем нарцисс осуществляет легализацию гарема но про во первых проводит вам применчивную применчивную обработку то есть заранее вам озвучивать какую такую позитивную версию чтобы случае когда потом произойдут какие-то негативные события вы верили в ту позитивную версию которую вам озвучили в начале а еще зачем нарциссу понятно выгодно держать всех около себя и бывших и полу бывших и недобывших и полу будущих чтобы ресурс был рядом а чтобы общем все был на подхвате на готове при этом быть хорошим быть удобным а что это мой друг или ну мы взаимодействуем по делам или но откуда я знал что человек так себя неадекватно ведет но туда-да-да он склонен к неадекватности то есть там какой-то очень аккуратненько объяснение будет еще знаете зачем им нужна эта легализация гарема а для того чтобы себя снять ответственность перед гаремными чтобы в своих глазах выглядеть таким правильным человеком чтобы у гаремных вроде как не было стопроцентных каких-то прав на него или на нее то есть для этих людей все остается также как есть они там во что-то свое верят причем там зачастую конкретного ничего не обещают или если обещают то держит в подвешенном состоянии их и при этом нарцисс скажем так полностью себя ответственность снимает то есть всему есть как будто происходящему объяснению вот все так как оно надо это опять же будет доказательство того что они каком-то вот этом фантазийном мире фантазийным сценарий живут и там очень много расхождений каких-то несовпадений при этом сами же нарциссы дала все и во все это верят да и пытаются вас в это все затянуть какие приемы легализации гарема существуют ким нарцисс пользуются приемами прием первый распространенный у меня много друзей ну так мужчина например говорит у меня много друзей женщин или женщина горит у меня много друзей мужчин то есть да к речь конечно же о друзьях противоположного пола нарцисс вам заранее вот это все вбрасывает вроде как вас потихонечку к этому приучает вот переписочки какие-то вот чатики вот комментарии вот упоминание об этих друзьях и действительно вы как бы мягко плавно входите вот в эту вот историю когда как будто бы для вас вот это приемлемо а тогда когда уже вы будете влюблены вы будете глубоко в отношениях вы на каком-то этапе принципе не очень будете отслеживать и понимать что там за взаимодействие с этими друзьями и подружками идет то что вы будете думать ну наш такая великая любовь на неужели у него ли у нее сейчас вообще может ресурс на кого-то растрачиваться а потом когда уже начинаются все вот эти соковыжималки мясорубки вот тогда просто насчет как-то вот буйным цветом весь этот дружеский гарем цвести и как бы а вы уже нас скажем так это уже настолько будет легализовано вашей совместной жизни что как будто бы вам и предъявить ты ничего человеку скажет а я изначально тебе сказал а я такой а это моя жизнь а что тебя не устраивает я со всеми дружу второй способ легализации гарема бывшие а какой-то статус для бывших либо они они такие неадекватные непредсказуемые выставку по улице пойдем там если что знаешь вот да вот как вот вы мне тоже рассказывали мало ли кого мы встретим или мало ли как мой бывший там вообще отреагирует у меня ли знаешь какая она челкнутая поэтому пойдем по улице это в кафе куда-то еще мы с тобой пойдем и действительно а просто к нему или к ней может подойти его гаремная ну человек не знает человек думает что типа там у них какие-то отношения тут ешьте говорю на неадекватный но что что с нее все что с нее взять понимаете либо там может быть просто какое-то объяснение для присутствия скажем так оправдание присутствия бывших в их жизни а ну мы с бывшим ведем дела какие-то мы с бывшей там еще взаимодействуем то есть там будет какой-то объяснить то есть как бы действительно очень сложно их поймать в какие-то моменты там настолько все будет убедительно оправдано третий тип легализации гарема это знаете как особые ритуалы то есть ваш нарцисс или ваш нарциска что-то такое особенное в своей жизни делает а хоть на какие-то медитации в какие-то секретные сообщества вам туда нельзя непонятно в какой причине но нельзя и вот там вот вот есть какие-то гуру какие-то коллеги вот что такое но этот плац жизни вам вообще не доступен у тебя не понять это особая такая история ли это человек столько для меня сделал там вот что-то такое будет здесь уже должно быть подозрительно да почему вам то туда вам в эту историю нельзя собственно что такого да если вас во всем этом познакомят отсюда четвертый сразу тип тип способ регали легализации гарема выскакивает просто какие-то секретные дела у меня есть такой полезный человечек у меня есть один человечек он знаешь он она меня в свое время так выручила да там что-то еще нет нет этот человек там как бы не для всех не для каждого нет нет но такой чик я так благодарен да я тебе когда-нибудь расскажу я очень благодарен этому человеку то есть у вас вообще будет представление даже толкать бабушка семидесятилетняя там на самом деле девушка будете думать что это какой там однокурсник до прыща вы ее на самом деле там какой-то бывшие и вполне себе такой съедобный там но в чем может вот в этих вот полезных человечках то находиться и 5 способ это из разряда всякое бывает не удивляйся люди неадекватные люди странные я всем нравлюсь столько таких ситуаций у меня было когда совершенно незнакомые люди подходят мне и говорят что у нас с ними отношения или признаются мне в любви ли там ругаться на меня начинают чего только не происходит заранее они вас убеждают в том что этот мир неадекватен и как бы из какая-то типа странность произойдет опять же странность связана с тем что вашего нарцисс кто-то будет обвинять догонять что-то еще что тепло это мир такой жизнь такая да я вообще не причем лишь какие снова странная история до основу кирпич на голову свалился так что помните о том что они хитрые изобретательные внимательнее вот эти приемчики отслеживаете чувствуете вам человек что-то такое подсаживает до условно вот вы все у меня друзья ли все какие-то неадекватные ли там что-то еще а вы прям спросите человека а что ты здесь имеешь ввиду а вот как я могу например здесь подробнее об этом узнать или а какая еще есть информация по задавайте уточняющий вопрос посмотрите хоть как выкручиваться будет друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч